Добрый день, друзья! Не добрый день во мне, дорогие! Прежде чем процитировать ответ Константина Богомолова на вопрос у Собчак и такти, я хочу пояснить, почему, собственно, я решил задать ему тогда, это было несколько лет назад, вопрос. Хочу вам напомнить об скандальном опросе телеканала «Дождь», в котором принимал участие Ксения Анатольевна Собчак, по поводу блокады Ленинграда. Нужно ли было оставлять город или нет? Или надо было отдать его немцам, и тогда бы не было всех этих ужасов, каннибализма, жертв и так далее. Не хочу погружаться в существо вопроса, уже сто раз это обсуждалось, и, мне кажется, там все достаточно очевидно. Просто тогда, в разгар полемики относительно этого опроса, Собчак в соцсетях бросил упрек всем своим оппонентам. Он сказал «Идиоты! Опрос не может быть бестактным! Вопрос не может быть бестактным!» На что Максим Кононенко в Твиттере протроллил Ксения Анатольевича, задав следующий вопрос. «Ксюша, а ты в жопу даешь?» То есть, по поводу того, может быть бестактным вопрос или нет. И еще раз. Именно это я держал в голове, когда спрашивал Константина Богомолову про такт. Вы следите за тем, что пишут в социальных сетях, в том числе о вас? Ну, сейчас, в последние годы, в социальных сетях минимально слежу. Минимально, только если просто попадается в ленте. Так специально не бегаю и не выискиваю в социальных сетях про себя. То, что ваше назначение пролоббировала Ксения Анатольевна Собчак, это является для вас обидным или настолько ничтожным, что вы игнорируете такого рода? Да хоть Папа Римский, какая разница, что пишет. Вопросом, можно человека спровоцировать? Точно можно. Можно ли его обидеть или унизить вопросом? Вопрос может быть бестактным. А такт – это одна из основных и важнейших человеческих качеств. Вот вы знаете, вы упомянули в первой части разговора и Ленинград, и блокаду ленинградскую, вот говорили о том, что у вас бабушка рассказывала. При этом, я насколько понимаю, вы к знаменитому опросу, инициированному, к тем телеканалам, на котором работает Ксения Анатольевна, относитесь как бы сочувственно и положительно. О том, что надо ли было сдать Ленинград для того, чтобы спасти миллионы людей. Начнем с того, что это был лишь предлог, я в этом убеждена, чтобы закрыть непокорный дождь, сам этот опрос, потому что сам этот опрос, я напомню, проводило «Эхо Москвы» на площадке дождя. Да, на площадке, да. На площадке дождя проводило «Эхо Москвы». Санкции были приняты не к Эхо Москвы, дай бог им здоровья и удачи, а к дождю, поэтому одно это говорит о том, что это было предлогом, а во-вторых, это журналистский срез, срез общества, понимаете, проводит же Левада, центр, общественное мнение, проводят опросы, потому что, да, это было, надо было знать время, это нельзя было проводить накануне Дня Победы, и вот в эти памятные дни, связанные с блокадой, но узнать, чем дышит публика, чем вообще, какое представление об истории, понимаете, если вы сейчас выйдете на улицу и проведете опрос, какова была роль засадного полка Дмитрия Боброка в Куликовской битве, вам вряд ли кто-нибудь ответит, кроме историков. Понимаете, нет, я говорю об историческом факте, потому что просто этого не знают, да, пока, наверное, пока жив хоть один блокадник, это было несвоевременно, потому что это задевает их чувства, но, с другой стороны, это был опрос, позволяющий понимать степень знания или, наоборот, невежества молодежи, и здесь, я думаю, что кто такой Пушкин, не вся молодежь знает. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть генерального прокурора дать свою оценку опросу на дожде, цитирую, вплоть до закрытия телеканала. Товарищи из Дожья просто не знают историю. Например, Москву сдал Наполеон, Наполеону Кутузов, но пустую и сожженную. Если бы мы могли вывести ленинградцев всех, еще другой вопрос, что мы не стали защищать до конца город, мы всех жителей увезли. И чтобы не терять солдат, мы не стали, так говорится, продолжать биться за пустой город. И то, это ведь сердце Родины, это красавец город. И потом везде есть задача сохранить рубежи наши. Мы могли под Вязьмой ничего не делать, под Ржевом. То есть логика войны ни одного метра нашей земли врагу не уступает. Ибо как только он одерживает какие-то победы, тем более взятие Ленинграда, это еще дополнительные сотни дивизий со всего мира хлынули бы на просторы Советского Союза, мы бы получили бы гибель еще 3-4 миллионов наших граждан. Поэтому совершенно неправильная постановка, кощунственная, тем более в день праздника, снятия блокады. Это день победы города на Неве. Поэтому товарищи с этого телеканала Дождь, конечно, у них не все хорошо с логикой и с моралью. Весь Петербург празднует, и мы здесь все радостные. Вчера мы смотрели все эти фильмы, и вдруг такой вопрос, чудовищный. Это, конечно, отвратительно, омерзительно, и это вгоняет страну в депрессию и создает стрессовые ситуации. Я помню, в день рождения Ксении Анатольевны, она однажды пригласила вас в эфир, у вас был диалог с гостем программы, с журналистом. Не помню, но, наверное. Ну, у Собчак живем, был такой выпуск. Скажите, а вам приходилось сталкиваться с журналистами, которые работают в той же стилистике, что и ваша дочь? То есть достаточно напористо, агрессивно? Конечно, конечно. Конечно, я очень люблю многих журналистов, к которым вся вышесказанная сентенция совсем не относится. Настоящие журналисты. И глубоко уважаю их, и повторяю, жаль, что все они не на федеральных каналах. Иначе состояние умов нашего населения было бы другое. То есть вы считаете, что журналисты могут влиять на... Я в этом убеждена, но просто не тех допускают. Вы одобрили выбор профессии своей дочери, и она не спрашивала вас? Она не спрашивала. Она, надо сказать, что муж, конечно, очень хотел, чтобы она стала юристом, но она со свойственной ей категоричностью, заканчивая 10 класс, сказала, «Таким юристом, как ты, я не буду, а хуже я быть не хочу». Поступила на международные отношения, потому что у нее хорошо были языки иностранные. Потом она занималась конфликтологией, международной журналистикой. И поэтому к моменту окончания МГИМО, престижнейшего вуза, она тогда была аполитичным ребенком, ну, уже не ребенком, но барышней. И, как вы понимаете, у нее было много возможностей устроить свою карьеру. С дипломом, с красным дипломом, с отличием МГИМО. Она выбрала сначала телевизионную, которая мне не нравилась. Вы помните, да, блондинка в шоколаде, потому что продюсеры эксплуатировали ее образ вот такой. Я как-то и сказала, что если бы ты в начале своей телевизионной карьеры сыграла бы роль, я не знаю, Надежды Константинной Крупской, которая поехала в село Шушенское за Лениным, она сложилась бы иначе, образ был бы другой. А так как у тебя сначала был образ этой блондинки в шоколаде, стали ее тиражировать и эксплуатировать. А Дом-2, вы помните, сколько было заявлений депутатов Государственной Думы, Московской Думы о том, что это развращает молодежь, что это так все плохо. Ксения уже много лет там не работает, а программа идет, и, значит, дальше можно ее развращать в той же стилистике. Значит, все это было направлено именно лично на нее, а не на саму программу, которая, кстати сказать, идет до сих пор в той же программе, в том же ключе и в том же случении и сватовстве. Субтитры создавал DimaTorzok